Всем здорова, ребят, новый выпуск Мясо И у нас сегодня настоящее мясо Настоящее мясо, брутальное Нагастое и все как подобает Настоящему мясному бодибилдеру Супертяжу у нас сегодня Дима Лаполайнен Всем привет Мясо Кому мясо по заказу Больше мяса Меньше жира в массу Больше мяса Мясо крепких костей Мясо по госту Дед и горька новостей Пропотел хорошо Дима, расскажи, почему ты решил стать не Мэнс Физиком Ну, во-первых, потому что я уже начал заниматься, я уже весил 8 месяцев 3 килограмма Это при росте 180 Уже через полгода я весил 95 Еще через 2 месяца 100 Как-то уже Мэнс Физик Как-то Уже и не думал Ну, так поперло и поперло и как-то, ну, и рос, рос, рос Мышцы реагировали Особенно ноги, которые мы сегодня качаем Сколько ты сейчас выходил килограмм? Сейчас я выходил на соревнованиях 108 600 я был на взвешивании На этом я вышел 108 где-то В прошлом году я вышел 103 В этом 108 Значительный прогресс 5 кило Это очень весомая прибавка Расскажи, в чем заключается вот этот секрет набора Ну, такого большого количества килограмм Ведь на нашем уровне 5 кило это очень значительно Ну, секретов никаких нету Андрей Анатольевич Прокофьев Раз Силуэт тренировки два Много кушаю три Тренируюсь четыре Все То есть, ну, вот Четыре аспекта такие, основные Ну, а сколько ты потребляешь калорий, ты считаешь? Нет, вообще не считаю Белка 3 грамма на килограмм А углеводы Ну, чувствую, что не хватает Я все на ощущениях у меня, как бы То есть, чувствую, там, засыпаю Или там, недомогание Ну, не хватает вот этого Ну, углеводов чуть-чуть добавляю Если мне хватает, я не ожираюсь Ты предпочитаешь быть сухим? Да, конечно, да Ну, у меня, у меня, как бы, само метаболизм раскручен У меня все равно не получается быть толстым То есть, у меня всегда пресс видно, как бы Не скрую, там, прям, что вообще, там, ас-клесечка Но, как бы, пресс видно все время И у меня, ну, достаточно пожарная форма всегда Дима, зачем тебе пояс на таком виде сиделка? Перестраховываюсь Лучше перестраховаться Привычка Тренер так научил Все, теперь и как То есть, всегда на всех подходах Даже в разминочном Да, всегда Одеваюсь Перестраховываюсь Расскажи, где мы сегодня находимся? А что это вообще за зал такой? Такой трэшевый зал атмосферный Мы сегодня находимся в клубе Рекорд Он находится в городе Гачино Это наш семейный зал Скажем так Находится он На аэродроме Такой район тоже в городе Гачино Вот один из лучших залов Гачино считается Качалка такая Ну, не чисто фитнес-центр Скорее всего, качалка И ассоциируют Потому что, ну Люди сюда приходят Такие подпитанные Железом уже Тебе нравятся больше Вот такие залы тренироваться Или же Конечно После алмаза После алмаза По-другому никак Ты привыкаешь к этой обстановке Поэтому Хочется вот именно Такого Хардкора А такое ты можешь получить Только именно в таких залах И настроить другое И все И сразу хочется Рвать, метать Бить рекорды И настроена тренировка Совсем другое Даже я тут есть А бицепс бедра? Бицепс бедра? А кто у тебя такой Мега гипертробированный Бицепс бедра? Ну, если убрать Опять же генетику Не, ну Все-таки силовая база Налек атлетики, я считаю Потому что там задняя поверхность бедра В спринте Я многоборьем занимался вообще Ну и КМС в спринте Как бы Вот, поэтому Ну Там Много было работы Силовой на ноги То есть Старт из колодок Там Задняя поверхность бедра Работает Постоянно Ну и как бы вот она Пазу мне заложила И все Я потом начал качаться У меня сразу была реакция Молниеносная Потому что она начала просто Расти Ну Так же тоже с большими весами Тяжело Работаем Много У меня отдельно Я делю вообще Когда идет на подготовке У меня квадрицепс и бицепс бедра Идет отдельно Вот Чтобы лучше все проработать И Таким образом Накачиваются Эти Большие окорока Бинты используешь? Обязательно После двухсотсера Одеваю Потому что Ну не комфортно мне У меня начинается В коленках Такой дискомфорт Ну и вообще В бинтах мне как-то Легче что ли Такой Вспомогатель хороший Почему у тебя за бинты? Обычные бинты Те Насколько я помню Титан Титан Я помню слово титан На упаковке Больше ничего Но они легенькие такие Вот Не лифтерские Не, это максимум Че 220 Нормально Ну это для тебя не придел Не Да я 270 приседал на 7 раз На мостонаборе А сейчас после соревнований Поэтому Веса поскромнее Ну как поскромнее Для кого-то не поскромнее Не, ну вообще Вес небольшой 220 для меня То у меня разминочный Вообще Подход Но сейчас будет такой Не до отказа Такой легкий рабочий Сейчас идет восстановление Аккуратно после Тренируешься аккуратно После сушки Чтоб травмы не получить А сколько ты вот гоняешься По весу в межсезонник? В этот раз я хорошо разогнался, в этот раз я был 108, а в межсезонку разогнался до 126, а вообще, это был период 2 месяца, где-то полтора, а потом я до 117 скинул, слил, ну 117 килограмм, в основном у меня было 117-118, то есть 10 килограмм где-то, разница такая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, ну знаешь, это вот сейчас лучше, чем я чувствую, чем на сушке, лучше уж так. Хотя надо все время ловить кайф, что ты в любом состоянии искать плюсы. Да, это вот на массе-то понятно, хорошо, да, но на сушке я тоже особо там сильно прям не расстраивался, потому что я в зеркало смотришь, какая у тебя хорошая форма. Все, и ловишь кайф, что ты в хорошей форме. Все нормально все равно, и здесь все плюсы. Ну, а как я считаю, вот если ты принимаешь бодибилдинг, так принимай его со всех сторон. Да. И кайфуй от того, что ты вообще им занимаешься. Конечно, конечно. А как вы хотели, что только бодибилдинг, что только масса, кушать и все? Нет, бодибилдинг весь, он, мне кажется, вот выделяется именно на сушке, при подготовке к соревнованиям. То есть, как бы, вот здесь вот все и показывается весь характер и вообще весь этот бодибилдинг. Так что вот так, ребят. Дим, расскажи, как Леха Лисуков тренируется. Секреты всех давать. Ну, как тренируется, как все мы, как все в алмазе тренируются жестко. Расскажи школу, школу алмаза в несколько словах. Основной ацент это силовые тренировки. То есть, и наращивание экстремальной мышечной массы, как говорит Андрей Анатольевич. Вот, то есть, ну, в первую очередь это масса, мышечная масса. То есть, как бы, ну, бодибилдинг, что такое бодибилдинг? Дело строительство, да, то есть наращивание. Основной принцип наращивания мышечной массы. То есть, это вот в алмазе у нас основной, основной принцип. Да, вот. То есть, большие веса. Да, большие веса. Сколько Андрей Анатольевич считает, что это большой вес? В чем? Приседи? Да. Ну, он говорит, что большой вес это тот, который приседал он. А он приседал у нас, как он говорит, 280 пасеком на 9 раз. Но мы все к нему стремимся, никто пока рекорд не побил, даже Леха. Леха, Леха с какими весами приседает? Леха сейчас, насколько я знаю, не приседает, потому что ему надо вешать за 300, чтобы он присел. А это, ну, Андрей Анатольевич переживает, что Леха получит раму. Поэтому, видимо, это я, я точно все не знаю, но я так предполагаю. Поэтому Леха у нас не приседает с большими весами. Обычно он приседает с носом. Я видел ставить вторым или третьим упражнением уже после предварительного утомления. Там, в платформе, либо жимах. То есть на жимах он, ноги, первое дело упражнения жима. И присед, я видел, где-то он вставляет там в середине или в конце даже. Вот, но это на силовых тренировках, на памятнике там все немножко по-другому. Да, кстати, ты мне рассказывал, что вы используете чередование, то есть какая-то периодизация у вас есть в тренировочном процессе. Вот расскажи об этом, потому что все считают, что алмаз это большие веса и силовые тренировки, и все. Да, значит, ну, у нас какой принцип? Сначала начинается с силовых тренировок. Начинает наращивание мышечной массы. Это силовые тренировки на 7-10 повторений. Вот, затем примерно весь этот цикл идет где-то 2 месяца. Ну, у кого как, у всех по-разному. То есть на что мы обращаем внимание. Как только силовые показатели начинают падать, ну, или как бы начинают все немножко зажимать, плечи, то-се, то мы переходим на пампинговые тренировки. Это уже по 15 повторений, разгрыточные такие. То есть, чтобы мышцы максимально надграть круг, ну, и как-то их, чтобы отпустило. На массаж ходим. Всем, Андрей Анатольевич, всем говорит, массаж раз в неделю стабильно, чтобы все ходили. Вот, и вот после того, как проходим пампинговые тренировки, где-то уже полтора месяца, снова на набор мышцы отдохнувшие от силовых больших, от стерлок ненавок и больших весов. И снова готовы к мясонабору. И мы снова наращиваем мышечную массу. Так, в принципе, потихоньку-потихоньку набираем. Даже на сушке мы набираем. Вот, а я на поршной сушке набрал 2 килограмма. И на этой где-то килограмм, может, полтора. Потому что у нас на сушке тоже силовые тренировки идут. Вот так вот. А как ты относишься к кардио? Да, я-то нормально отношусь. Я люблю погулять. У меня собака есть. Мы с женой гуляем, очень много гуляем. А что у тебя за продукт? У меня питбуль. Американский питбультерируемый. Я все детство мечтал, родители не брали все. Я с детства просто мечтал об этой собаке. Но родители участок свой, как бы, большой. И они взяли двух алабаев на охрану. То есть питбуль это бойцовская собака, алабаи охранная. Ну и вот я сейчас с женой приехали, наконец-то, в отдельную квартиру. И как бы она против ни была, я взял и взял. С этого питбуля, потому что я с самого детства мечтал. И вот мы с ним вечером гуляем по парку. А кардио, что кардио? Ну, Андрей Анатольевич, как сказать, говорит. Нафиг, оно надо пережигать. Ну, видишь, что пережигает ноги, как бы. Ну, я не знаю, я занимаюсь второй год. Во всех таких тонкостях я не это. Я и слушаю тренера. Он видишь, что пережигает мясо. И мы, я кардио, период сушки вообще не делал ни разу. Абсолютно ни разу. Ну, исключение этого, вот я прогулки с собакой там вечером. Ну, это я не шел назвать, это супер кардио. Поэтому на сушке я ни разу не делал кардио. Вот так вот. Углеводов у тебя сколько на сушке? Углеводов у меня было... У меня нижний порог, до которого ты опускался. Четыре приема углеводов. По 60 грамм у меня пакетики грецепа. Два пакетика гречи по 60 грамм. Два пакетика риса по 60 грамм. Все, ниже я не опускался, дабы не потерять мышечную массу. Желание появляется тогда, когда, знаешь, не надо тренироваться. Когда надо отдыхать, у меня появляется желание вот фигачить вообще по жести. А когда надо фигачить по жести, почему-то такой иногда блин, там устаешь туда, не знаю, почему так. Вот, а когда вот, вот, прям вообще. Это знаешь, чем ближе к сцене, тем меньше хочешь на тренироваться. Ты думаешь, да нахер, глянь, задолбало, потом, блин, не буду тренироваться в неделю. Да-да-да. Соревания проходят, поеду, на следующий день просыпаешься, глянь, надо в зал. Да-да-да. Вот голова, голова, ребят, голова. Все, все с головы идет, даже бодибилдики. Он начинает подташнивать? Да, что-то он утром подпирает, да, слеганцам, блин. Утром подпирает, мы на верном пути. Да, мы на верном пути. А, точно, да. Я вспомнил, твоя фраза, кстати, с видео, всю гифтить, по-моему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ребят, тренировочка от Димона сегодня закончена. Вам, как всегда, будьте добрее, умнее, веселее и здоровее. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, ссылочка здесь. И еще вот здесь иногда она бывает. И вам еще Дима кое-что хочет сказать. С вами был Дима Лополанин. Садитесь жопой в пол. Ешьте много-много мяса. Смотрите, мясо по гостям. Всем пока. Что же нам для счастья-то надо? Ответ простой. Больше сухого мяса. И куда Этари ведет, я знаю. Для своих детей буду примерным папой.